Приветствую всех зрителей телеканала Самарагис. Вы смотрите универсальный формат. Меня зовут Юлия Север. Как всегда, мы работаем в прямом эфире и сегодня мы продолжаем знакомить вас с учебными заведениями. Совсем скоро абитуриенты будут интересоваться вопросом, куда же поступить, чтобы было интересно, чтобы было познавательно, ну и чтобы, собственно говоря, ваша будущая профессия пригодилась вам в жизни. Вот сегодня узнаем, чем же живет студент Волжского государственного университета водного транспорта, как поступить в это учебное заведение, ну и чем заинтересуют нас, собственно говоря, представители этого высшего учебного заведения. Итак, я представляю вам наших сегодняшних гостей. Знакомьтесь, у нас сегодня Владимир Петрович Марков, директор Самарского филиала, доктор юридических наук, доцент. Здравствуйте. Ну и Светлана Викторовна Малышева, декан факультета повышения квалификации и дополнительного образования, ответственный секретарь приемной комиссии. Здравствуйте. Здравствуйте. Знает все, как поступить, какие необходимые документы сдать. Вот сегодня как раз все это осветим в эфире, поэтому, уважаемые родители, абитуриенты, приближайтесь поближе к экрану, включайте телевизоры, прибавляйте звук, ну и, конечно же, слушайте внимательно нашу информацию, потому что для вас она будет очень-очень полезна. Ну и если вы сейчас не заданы вопросом, куда же поступать, то все равно послушайте, быть может, своим знакомым, друзьям, коллегам расскажете, и эта информация пригодится именно им. Я напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь, адресуйте свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, ждите розыгрыша призов. Все это будет сегодня в эфире. Итак, давайте поговорим о вашем учебном заведении, ну, наверное, лучше всего представляет учебное заведение, это как раз история. Как давно в Самаре, ну, краткую историческую справку, пожалуйста. Учебное заведение наше существует достаточно давно, 1936 года. Тогда был создан Куйбышевский речной техникум. За почти 80 лет прошедших учебное заведение не стояло на месте, и сегодня мы входим как элемент в структуру, вертикально интегрированную структуру образовательного учреждения Волжского государственного университета водного транспорта, который был создан на базе Горьковского института инженеров водного транспорта. Тоже учебное заведение, имеющее давнишнюю историю, мощные образовательные традиции и успехочно реализующее себя в сегодняшних непростых условиях. Сегодня мы представляем полный комплекс образовательных услуг, начиная от предоставления возможности получения рабочих профессий, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и последипломного образования в рамках повышения квалификации, преподготовки или же научной деятельности. Все это можно сделать на базе нашего университета. Студенты, я еще раз повторюсь, проходят подготовку как по среднеспециальному образованию и по высшему образованию. С этого года мы впервые начинаем набор по высшей форме образования на очное отделение технологии транспортных процессов управления на транспорте. То есть это такое новшество в этом году у вас? Да, да. Это впервые в Самаре подобного рода специальность будет реализована именно на нашей базе. Высшее образование по очной форме. Но я считаю, что это действительно двигается вперед в ваше учебное заведение, и это еще тому доказательство, что не стоит на месте, развиваются какие-то новые специальности, предлагают какие-то новые формы обучения. Безусловно. Хорошо. Ну я так понимаю, что не раз был отмечен ваш университет какими-то интересными наградами, грамотами. В 2014 году прям буквально какая-то награда вас все-таки, вас порадовали какой-то наградой. Расскажите, пожалуйста, не скромничайте. Ну, наград было достаточно много. Мы, во-первых, надо сказать, что наградой для нас явилось то, что мы стали эффективными по итогам мониторинга. Были показатели эффективности превышены значительно, были превышены значительно. Более того, мы получили признание со стороны и губернских властей, в частности, на Дне Речника в прошлом году. Дипломы с отличием вручал Николай Иванович Меркушкин, лично вручал дипломы отличникам. Сделал ценные подарки, призы. То есть это, на самом деле, большой показатель, что наши выпускники востребованы. Они занимают прочные позиции жизненные, с уверенностью смотрят в будущее. У нас есть несколько фотографий, которые характеризуют, скажем так, историю вашего университета. Ну, и вообще можно познакомиться с какими-то видами вашего университета. Давайте посмотрим, как-то прокомментируем, что это, где это было сделано. Первая папка у нас с фотографиями. И, я думаю, как-то уже можно. Но я так понимаю, что это фасад здания, чтобы можно было найти. Парад в честь порядка 1941 года. Это наша колонна. Это на 9 мая выдвигается колонна студентов. Ну, мы вот так вот будем, пусть наши телезрители знакомятся с жизнью вашего университета пока. А мы давайте поговорим именно о специальности, какие направления деятельности предлагаете. Я так понимаю, что действительно, ну, сегодня мы познакомимся со студентами. Я расскажу нашим. Да, познакомимся со студентами. А я, наверное, пока идут вот эти фотографии, я расскажу просто о тех специальностях, которые мы реализуем. Вот Владимир Петрович уже сказал, мы реализуем две формы образования. Это у нас среднее профессиональное образование. Там у нас идет обучение по очной и заочной формам. И вот до прошлого года мы реализовывали специальности высшего профессионального образования только по заочной форме. А вот в этом году, я еще раз повторяю, что это наша новая ступень, на которую мы поднялись, мы начинаем набор по программе бакалавриата. Это достаточно востребована на сегодняшний день специальность технологии транспортных процессов. Во второй части, когда мы представим слово нашим студентам, то вот там у нас студенты немножко расскажут об этом. Ну и, конечно, самые романтичные такие, самые, должны говорить, такие у нас наиболее востребованные специальности. Это специальность судовождения. Она реализуется у нас как в рамках среднего, так и высшего профессионального образования. Эксплуатация судовых энергетических установок. Я просто немножко переведу, так скажем, на такой человеческий язык. То есть это профессия, которую, в общем-то, называют это судовые механики. Эксплуатация судового электрооборудования, она называется, и средств автоматики. Студенты, которые обучаются по этой специальности, получают квалификацию техник-электромеханик. То есть это тоже очень востребовано на судне. И береговая специальность среднего профессионального образования, она называется, организация перевозок управления на транспорте, соответственно, на речном. Ну, а теперь уже новая ступень, следующая, это по очной форме обучения программы бакалавриата технологии транспортных процессов. То есть сами по себе специальности, конечно, как видите, они такие, я считаю, достаточно уже по своему звучанию очень романтичные. Ну, а вот профессия моряка, она всегда была, в общем-то, окутана таким ореолом романтизма, славы. Всегда манила к себе свежий ветер, морской воздух, манили самых сильных духом, смелых, отважных. Самых красивых, даже не побоюсь такого. Мы это продемонстрируем во второй нашей части. Да, наши студенты действительно у нас. Самые смелые парни и самые красивые девушки. Это уже точно. Ну, а вот знания, умения и науков, конечно, тоже им нужно очень много уметь для того, чтобы водную эту стихию покорить. И вот научить этому могут в нашем учебном заведении. Поэтому приемная комиссия, которая у нас, в принципе, начинает, начала уже, можно сказать, работу. С 1 марта мы начали прием по программам, поступающим на программы заочной формы обучения. А с 19 июня наша приемная комиссия начнет работать уже по приему документов на дневную форму обучения. То есть сейчас уже можно задуматься о... Точнее, не то, что нужно задуматься, а нужно уже бежать. Нужно бежать. Вот я это и хочу сказать, уже буквально бежать. И вот нужно продумать, задуматься, чтобы до 19 июня... Ну, если бежать, скажем, поступать на заочную, может быть, еще рановато, то, прежде всего, я сразу хочу воспользоваться этой ситуацией. 29 марта мы всех с удовольствием приглашаем к нам в гости. То есть у нас будет день открытых дверей. Мы специально выбираем воскресный день, когда, я думаю, что на нас не обидятся наши будущие абитуриенты, что им не придется поспать подольше в воскресный день. Мы им гарантируем очень интересную беседу и показ нашего учебного заведения. 29 марта и 24 мая в 10 часов у нас будут проходить дни открытых дверей, где мы очень подробно рассказываем о наших специальностях, о правилах приема, ну, соответственно, о всех вопросах, которые так или иначе интересуют самих абитуриентов и их родителей. Я думаю, всю информацию какую-то важную, значимую можно найти на сайте, либо по телефону, который как раз... Да, на сайте нашего учебного заведения и по телефону, который, да, будет на экранах. На наших экранах. Вот мы рассказали то, что действительно абитуриенты познакомятся с вашим учебным заведением, с аудиториями и так далее. Я предлагаю поговорить именно о техническом оснащении вашего учебного заведения. Чем отличаются? Насколько комфортабельны аудитории? Насколько спланированы занятия? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, здесь, скорее, нужно, наверное, говорить о специфике учебного заведения, поскольку, я уже сказала, орел романтизм, он сам по себе уже предполагает что-то другое, более интересное. Ну, если, скажем, это обычная занятия, ну, конечно, такие дисциплины, как обычные теоретические физика, математика, химия, от этого не уйдешь. Все они проходят в обычных теоретических лекционных аудиториях, проходят. А вот, скажем, более интересно, то, чего не найдете в другом учебном заведении, гуманитарном, здесь вот будут идти фотографии. Это у нас электромеханики за защитой. Это у нас идет очень интересный тренажерный, наш учебно-тренажерный центр. Занятия проводятся по программе ГМССБ, Глобальная система морской связи, обеспечение безопасности на море. То есть сама по себе дисциплина, как видите, предполагает. Радиолокационная проводка и прокладка судов, это вот как раз студенты, да, штурманская проводка здесь судов идет. Теоретические занятия проходят. Ну, даже теоретические занятия, в общем-то, они, видите, как идут не совсем обычно, или как раз совсем необычно. На компьютерах приближенные тренажерные программы как раз позволяют проводить сюда, вот, проводить прокладку, называемую у нас она. Это двигатели внутреннего сгорания, двигатели в натуральную величину, соответственно, работающие двигатели. Все можно познать, узнать, не просто на макете на каком-то. Да, это, соответственно, электрощит у нас. Судовый щит, да. Электрики занимаются. То есть у нас обязательным итогом, скажем, практических занятий, ну, вот у тех же судовых механиков, фотографии пробежали у нас немножечко быстро, является обязательно, скажем, тоже включение-выключение двигателя. То есть он должен его завести, показать, что двигатель, соответственно, работает. Ну, и ребята, я думаю, кто нас продолжит, они об этом расскажут более подробно. Ну, а мне бы просто хотелось остановиться. То есть я здесь пока еще не показали, в дальнейшем они пройдут, у нас тоже эти фотографии. Даже начиная с таких, скажем, дисциплин, как, я просто сама люблю об этом рассказывать, физкультура, которая проходит у нас совсем необычно. Нигде ни в каком другом учебном заведении, скажем, подготовку на ялах получить нельзя. А у нас это обязательно. В рамках шлюпочной практики. Да, в рамках практики обязательно. Проходит подготовку на ялах. Поэтому с первого дня, как ребята к нам в сентябре приходят на занятия, у нас есть своя водно-спортивная база, на которой у нас проходят уроки физкультуры. И, соответственно, не только прыгаем, бегаем, прыгаем через козла. Соответственно, ходим на ялах, учимся ходить. Согласитесь, тоже это очень интересно, романтично. И такого нет нигде ни в каком другом учебном заведении. Хорошо. То, что мы с вами, мы поняли, что действительно учиться вашему учебному заведению очень интересно. Первое это, наверное. Но каждый, наверное, родитель, да и каждый студент в дальнейшем хочет, чтобы он был трудоустроен. Как с этим обстоят дела? Расскажите, пожалуйста. Трудоустраиваются ли студенты, есть ли, может быть, на бирже занятости, либо нет, отсутствуют? Ну, в последние 3-4 года, когда проводится мониторинг, запросы получаются со службы занятости, мы получаем стабильный ответ. Ноль стоящих на учете выпускников нашего учебного заведения. Распределение мы осуществляем только в рамках учебной и производственной практики. После окончания учебного заведения распределение свободное, но надо сказать, что каждый студент по окончании учебного заведения имеет минимум 2-3 вакансии. 2-3 вакансии минимум из крупных компаний, как российских, так и иностранных компаний, которые часть флота базируют в Самаре или же осуществляют перевозки на море. В любом случае, вакансий очень много и без работы никто не остается. Если говорить об уровне зарплат, то бывший выпускник в первые месяцы начинает получать зарплату от 18 до 20 тысяч рублей и выше. В период навигации, в период навигации, это проработав 2-3 месяца, зарплата там порядка 40 тысяч рублей уже. — Слушайте, ну даже начальный этап после окончания университета уже говорит за себя, потому что действительно многие за гроши трудятся, пытаются выбиться год-два, пытаются наработать себе какой-то стаж. — Дефицит кадров на самом деле в транспортной отрасли очень большой, и наши выпускники востребованы абсолютно на всей территории Российской Федерации. Постоянно есть предложения из Петербурга, с южных регионов, Владивосток, Сибирь. То есть география для потенциального соискателя работы, она более чем большая. — Хорошо. Но коль мы заговорили о практике, расскажу, раскрою то, что перед эфиром мы с вами говорили, что действительно бывает у вас и необычная практика. Расскажите, пожалуйста, об этом нашим телезрителям. — Ну, просто буквально вчера вернулся совещание в Москве, было принято решение, что студенты всех транспортных вузов морских и речных теперь получают возможность пройти практику на таких известных российских судах «Мир и надежда» на парусных судах. Студент, отличающийся учебой, поведением, на конкурсной основе подается заявка, и студент может пройти практику. В течение двух-трех месяцев он будет находиться в плавании, как флебустьер, как настоящий пират под парусом. Там будет проходить не только практическая подготовка, но и обучение. Это так называемый плавательный семестр. Плавательный семестр. То есть будет обучаться в открытом море под парусом. — Слушайте, мне уже хочется пойти к вам. Наши режиссеры, скажу вам тоже, мне сказали на ушко, что тоже бы с радостью отправились бы в плавание, потому что действительно это очень романтично. Даже мне, девушке, казалось бы, какие-то такие технические особенности, технические специальности, но нет. Своя романтика в этом все-таки присутствует. Действительно, вы правы. Что ж, у нас есть вопрос для наших телезрителей. Коль уж мы говорим сегодня об университетских годах, об университете, то у меня есть фотография для вас, собственно говоря, из какого фильма этот кадр. Ну, вот такая вот университетская скамья, там аудитория. 202 на 11.22. Ответите верно, получите билеты на спектакль в кино «Бесплодные усилия любви», который стоит в вертикали. 24 марта. 202 на 11.22. Звоните, не стесняйтесь, из какого же фильма был этот кадр, который вы сейчас видите на своих экранах. А мы, пока наш телезритель, собственно говоря, собирается силами, собирается с мыслями и к нам дозванивается, хочется поговорить именно о приемной комиссии. Ну, мы сказали, что она уже начала свою работу, но необходимо понять, какие документы нужны, чтобы поступить. Набор документов у нас, в принципе, он такой, как стандартный, стандартный для многих учебных заведений. Это, соответственно, абитуриенты должны нам будут предоставить в приемную комиссию копию документа удостоверяющего личность, ну, как правило, это паспорт. Медицинскую справку для поступления по унифицированной форме, фотография размером 3х4 и, соответственно, документ об образовании. Это может быть, соответственно, либо это школьный аттестат, либо это диплом, скажем, о профессиональном образовании. Поступающий уже на, скажем, высшее профессиональное образование. Документы подаются в зависимости от выбранной формы обучения. Если на заочную, я уже сказала, то можно подавать их уже сейчас, с 1 марта мы начали работать. Ну, а если это, скажем, очная форма обучения, то с 19 июня. Ну, как, соответственно, школьники получают аттестаты. Соответственно, поступление, если это программы среднего профессионального образования, то это общедоступное у нас образование, то есть поступление без экзаменов по среднему баллу аттестата, смотрим. А вот поступление на программы высшего профессионального образования, то там, соответственно, в зависимости от того документа об образовании, который предоставляет нам абитуриент, это либо по результатам ЕГЭ, либо по материалам нашего образовательного учреждения. Ну, я бы просто вот единственное здесь хотела немножечко дополнить по вопросам трудоустройства. Давайте мы сейчас дополним, но изначально примем звонок от нашего телезрителя, а дальше поговорим о трудоустройстве студентов. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Инга. Инга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, помните ли вы свои студенческие годы или, быть может, до сих пор сейчас являетесь студенткой? Нет, я недавно перестала быть студенткой, еще не забыла студенческие годы. А что вспоминается такое яркое? Что именно какие-то учебные занятия, быть может, наоборот, какие-то походы, фестивали, конкурсы, практика? Нет, я училась заочно. А, учились заочно. Ну что ж, ну хорошо, есть такой тоже вариант обучения в Волжском государственном университете водного транспорта, который сегодня у нас в эфире находится. Хорошо, хочу узнать у вас, знаете ли вы из какого фильма этот кадр? Я предполагаю, что это в городинском заходе, и вам беру Лирику Ильич. Слушайте, ну да, молодцы. Ответили даже на два вопроса сразу. Хорошо, билеты на спектакль в кино «Бесплодные усилия любви», который состоится в вертикали 23 марта, достаются вам, а не на два лица, поэтому приглашайте с собой какого-нибудь близкого, родного человека и отправляйтесь, собственно говоря, 24 марта на этот замечательный спектакль. Я вас поздравляю еще раз. Ну что ж, дорогой телезритель, скоро разыграем и второй билет, так что следи за эфиром и будь внимательной. А мы говорим о трудоустройстве. Добавляем, пожалуйста. Ну вот я бы хотела добавить, что несомненным плюсом, согласитесь, при выборе профессии, в общем-то, является не только, даже не столько, наверное, какие-то личные, скажем, наклонности молодого человека или девушки, но и всегда здесь не последнее слово играет роль родителей. Вот что касается нашего учебного заведения, то здесь очень много, мы можем привести примеров, но и в дальнейшем дальше, в второй части у нас увидят, много трудовых династий. Причем династий таких, что, как правило, отцы в свое время, закончив наше учебное заведение, работая на флоте, теперь уже приводят своих сыновей, уже, кстати, сыновья заканчивают наше учебное заведение, ну и теперь мы ждем внуков следующих. Причем вот согласитесь, я просто к тому, что родители своему ребенку плохого не посоветуют. Поэтому при выборе профессии ориентироваться можно и вот по такому показателю. Хорошо. Ну что, я думаю, что пришло время познакомиться уже со студентами вашими, ну а пока от вас какие-то рекомендации, какие-то, может, слова благодарности, какой-то призыв телезрителям, что хочется сказать, что накипело, скажем так, быть может, позвать, опять же, на день открытых дверей. Это в обязательном порядке, мы приглашаем всех, те, кто еще не определился со своим выбором, стоит на распутье, может быть, все-таки какой-то червь сомнения все-таки гложет о том, даже те, кто выбрал, скажем, какую-то свою профессию, приходите к нам, послушайте, посмотрите. Еще раз, скажем, взвесьте все за и против, и вот 29 марта, я еще раз повторяю, в 10 часов мы с удовольствием ответим на все вопросы. Ну ведь выбор, он для того и дается, чтобы сравнить много учебных заведений и посмотреть, куда все-таки больше тянет душа. Все познается в сравнении. Хорошо. Владимир Петрович, я не могу не отметить, мы как раз увидим во втором блоке, насколько красивая у вас форма, но меня вот интересует личный вопрос, что у вас за вышивка, за шевроны, да, что-то они означают? Да, они означают специалисты 11 класса, что соответствует директору судоходной компании, руководителю судоходной компании или же руководителю учебного заведения. Хорошо, ну спасибо, что утолили мое любопытство. А теперь ваш призыв к вашим будущим студентам или, может быть, настоящим? Настоящим студентам я хотел бы пожелать отличной учебы, чтобы они действительно стремились всегда к чему-то новому, открывали для себя новые горизонты. А будущим студентам или нынешним, вернее, учащимся школ, я хотел бы пожелать всегда оставаться романтиками. Всегда оставаться романтиками. Если вы романтик, если вы хотите достичь каких-то горизонтов, хотите посмотреть мир, приходите к нам. Слушайте, замечательно сказано. Спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. Встречаем дальше студентов. Ну а пока давайте разберемся, как же избавиться от весенней депрессии. Есть такое понятие и возвращаемся в студию. Больше бывают на свежем воздухе, хоть погода и не радует. Ну и по возможности развлекаться кино, театр, новая книга всегда поднимает настроение. Наверное, с друзьями общаюсь. Это помогает всегда, независимо от времени года. Дача начнется. Я цветы люблю. У меня вся комната в цветах, поэтому я люблю. Они вот распущаются, цвести начинают. Ты любуешься на них. Работать надо. Работа и все. Работа отвлечет от всего. Если есть любимые дела. Например, у меня, я вот сейчас уже посадил рассаду, занимаюсь. Вот чем хороша весна, растет, все оживает. Какая прелесть. Зачем? Какая может быть депрессия в это время? Работать. Только работа спасает. За образ жизни вести, гулять почаще. Машины свои бросить, брать велосипед, ролики, кататься. Ну и других развлечений здесь. Побегать по утрам. Организовать какие-то массовые мероприятия. Интересно, летом сейчас весна. Вот как раз я тоже хочу сделать какой-то придуманный флешмоб. И сейчас можно сделать организованную. Где молодежь все-таки сейчас. Радоваться надо. Музыка поднимает настроение. Я стараюсь побольше фруктов, на самом деле, кушать. Свежих, всякие из них соки делать. Особенно морковные очень хорошо поднимают настроение, потому что витамины – это очень важно. Сейчас вот солнышко будет, у всех настроение сразу поднимется. Гулять там, с друзьями общаться. Улыбаться. Улыбаться и все. А мне кажется, от любой депрессии помогут избавиться, конечно же, какие-то призы и подарки. Ну и улыбаться заставят тоже вас. А вот, к примеру, мы сейчас разыграем билеты на концерт «Люмен», который состоится 25 марта в ночном клубе «Звезда». Ну и, собственно говоря, вопрос связан с этой группой. В каком же городе была создана группа «Люмен»? 202.11.22. Звоните, отвечайте на вопросы, тогда весенняя депрессия вам точно не грозит. Потому что такие приятные сюрпризы, они все равно радуют, и все равно на сердце сразу становится тепло и приятно. Что ж, ну а я представляю студентов, как мы и обещали, ну посмотрите на них. Просто бравые молодцы, красивые девицы, как, собственно говоря, в начале передачи мы и сказали. Итак, представляю по имену всех. У нас сегодня Григорий Торопов, студент 4-го курса, специальности судомеханик. Здравствуй. Здравствуйте. Прекрасная Елена Мандрихина, студентка 2-го курса, специальности организации перевозок и управления на транспорте. Здравствуйте. Ну и Владислав Усов, студент 4-го курса, специальности судовождения. Здравствуйте. Я так понимаю, что как раз сегодня мы расскажем, каждый представит свою специальность. И первым хочу доверить слово как раз Григорию. Почему выбрал этот университет, почему выбрал эту специальность? Расскажи, пожалуйста. Мой выбор пал на Волжский государственный университет водон-транспорта, потому что одной из первых важных причин является продолжение рода династии. В нашем университете отучились мой отец, дед и дядя. И могу сказать смело, что я со своих уже малых лет знал свое светлое, богатое, успешное будущее. И могу сказать честно, что в данный момент оно потихоньку реализуется. Второй из немало важных причин является то, что, по моему мнению, просто бесценно. Это совмещать хобби и высокий заработок. Под хобби я подразумеваю это любовь к технике и железкам. Постоянно что-то собирать, разбирать и получать блаженное удовольствие от того, что ты сам выяснил причину поломки механизмов и сам же ее исправил. Слушайте, это люди самые счастливые, которые за хобби за свое получают деньги. Это действительно, если работа заключается в этом, то вы, наверное, счастливчик. Спасибо, так оно и есть, я думаю. Ну и, добавок к всему, это такой неплохой бонус, это большая заработная плата. Вот в моем случае я сейчас проходил практику в течение 7 месяцев, и заработная плата в должности вахтинного моториста у меня составляла 42 тысячи. И, в принципе, я этому рад был. Третья причина является то, что моя специальность студомеханика, она имеет широкий профиль. То есть я могу, окончив наш университет, работать как на суше, так и в море. Ну вот они основные три кита, собственно говоря, на которых базируется ваш выбор. Правильно? Так точно. Хорошо. Так точно. Замечательно. Что ж, прекрасная Елена, расскажите, пожалуйста, свои специальности – организация перевозок и управление на транспорте. Что в этих словах кроется? Ну, моя будущая профессия заключается в организации транспортным процессом. Ну, как бы, что это значит, да? Ни одно судно не будет отправлено в рейс, не будет поставлено к погрузке или выгрузке, не будет допущено к шлюзованию без моего на то разрешения. То есть профессия вот мальчиков на больших транспортных судах, она, конечно, очень интересная. Это очень романтичная профессия. Но всем этим процессом дирижировать буду я. Ух ты, как замечательно сказано. Ну и ко всему после окончания нашего учебного заведения я смогу идти на обучение высшего образования, получение высшего образования по профилю своей специальности. Вот. Ну, планируете? Да, конечно. То есть продолжать? И в нашем же учебном заведении. То есть поскольку у нас теперь еще и высшее образование, я смогу сразу же по своей специальности пойти дальше. Хорошо. Ну, второй курс, уже со второй курса успели втянуться в студенческую жизнь? Конечно, да. У нас... Ну, студенческая жизнь, она сама по себе, мне кажется, для любого студента очень насыщенная, очень интересная. Так что впечатлений на всю жизнь хватит. Но я думаю, что ее в общей сложности можно разделить на две части. То есть это часть, которая касается непосредственно учебы, непосредственно занятий. Давайте давайте сразу туда посмотрим фотографии с вашей студенческой жизнью, чем занимаетесь, чем живете. Но вы пока рассказывайте. То есть первая – это аудиторная, скажем так, жизнь. Да, учебная часть. Учебная. А вторая часть – это участие в различных внеучебных мероприятиях. То есть в нашем учебном заведении, я сама как активный студент могу сказать, что у нас огромный простор для реализации каких-то талантов студентов. То есть у нас есть военно-патриотический клуб «Патриот», у нас есть танцевальный коллектив, у нас есть вокальная группа, у нас есть различные спортивные секции. То есть это волейбол, теннис, шлюпочная секция. То есть если студенты приходят с какими-то своими там талантами, со своими желаниями, предлагают нам свои идеи, конечно же, поддержка очень огромная. То есть все реализовывают. Вот это очень здорово, на самом деле, интересно. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте мы ненадолго прервемся. Просмотр фотографии прервем. Ну и, собственно говоря, нашу беседу с вами. Но обязательно ее восстановим. Что ж, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ну, расскажите нам, пожалуйста, вы свою студенческую жизнь помните? Да. Отлично, что запомнила, что вспоминаете? Быть может, какого-то преподавателя? Да, дружеское общение на нашем факультете. Все очень нравилось, нравилось лететься. Слушайте, ну вот. Все теплое воспоминание. Ну, действительно, студенческие годы – это, наверное, самые интересные годы, поэтому необходимо сделать, чтобы они были максимально плодотворными, максимально интересными, максимально такими яркими. Что ж, в каком же городе была создана группа «Люнмен»? Я думаю, вы по этому поводу нам и позвонили. Да, я думаю, это город Уфа. Это город Уфа, вы правильно думаете и вас поздравляют. Два билета на концерт этой группы достаются вам 25 марта, отправляете вы в ночной клуб «Звезда». Спасибо вам большое за звонок. Ну, мы уже поняли, что студенческая жизнь, я имею в виду, вне аудиторной, вне учебной, она очень активная. Мы по фотографиям видели, что это участие в каких-то парадах и какие-то забеги, какие-то спортивные мероприятия. Ну, и, как сказали, и кружки, и коллективы есть. Хочется дать слово, собственно говоря, Владиславу, который нам расскажет о такой специальности, как судовождение. Что же это такое? Вы рассказываете. Ну, судовождение вообще само по себе, это одна из древних, ну, профессий. Ну, это, мне кажется, самое романтичное, просто-напросто. Да, да. Это, ну, еще в древние времена же люди на ладьях переплывали берега, там, на плотах, лодках. Ну, это как-то и сейчас тоже сохранилось. Ну, если, Григорий, вот, допустим, люди в железках ковырятся, там, что-то такое. Я, как говорится, управляю судном и, ну, отвечаю за деятельность самого экипажа. То есть, помимо того, то, что, ну, управляю судном, то есть, на мне лежит ответственность за обеспечение, ну, работы самого судна, на то, что безопасность, безопасность экипажа, безопасность самого судна. Это, то есть, как-то, ну, довольно очень большая ответственность. Большая ответственность, но интересная. Очень, очень, очень интересно, безумно. Когда ты вот стоишь и вот эту огромную махину управляешь, это не то, что даже вот ты машиной какой-то, это просто... Ну, да, это действительно же очень большое. Мне кажется, вот, ну, к примеру, для меня, для человека далекого от всего этого, действительно, мне кажется, вы волшебники какие-то, которые справляются с этим судном. Как, во-первых, оно плывет, это вообще отдельная история. Ну, и всегда вода, ну, это очень страшно, это очень интересно. И, кстати, заметьте, дорогие телезрители, как каждый из них защищал свою специальность. Прям вот немножечко, потому что, а моя лучше, а моя лучше. Это, мне кажется, дорогого стоит, на самом деле. О практике. Ну, я так понимаю, то, что вы у нас, ребята, студенты четвертого курса, практика, как уже сказал Григорий, за плечами. Что интересного было, насколько познавательна была практика, расскажите, пожалуйста. Вот можете дополнять друг другу, кто скажет. Давайте я начну, как судоводитель. Ну, моя практика была, значит, за границей. Угу, уже интересно. Давайте посмотрим фотографии, которые связаны с практикой, и послушаем рассказ Владислава. Ну, я был во многих морях, таких как Черное, Каспийское, Азовское, Средиземное море, Мраморное. То есть, это все очень, для меня была куча ощущений. Это просто, я не знаю, как-то, не знаю, просто, ну, безумно, безумно, безумно интересно. Слушайте, ну, знаете, вот вы меня немножечко даже подставили под сомнение. Всегда думала, что моя профессия телеведущая, журналиста, самая интересная. Сейчас слушаю вас и понимаю, что знаете, можно еще поспорить, можно еще задуматься. Можно. Что еще интересного на практике было рассказывать? Ну, во-первых, это то, что ты общаешься, когда вот приходишь на судно, с абсолютно тебе незнакомыми людьми. То есть, это общение, в прежде очередь. Важен очень, кстати, экипаж. Очень. То есть, если будет плохой экипаж, будет и плохо работать. Некомфортно. Вот. Ну, за свою практику очень много я узнал. Очень много. Это просто, начиная с того, то, что какие бывают суда, то есть, и да, там, их устройство, их, да, то есть, чего даже не дадут в университете нам. И повидал очень много городов, то есть, с иностранцами общая, это общение. Очень интересно все, безумно. Я не знаю просто, но интересно. Ну, а есть четкое осознание того, что благодаря практике, которую мы предоставляем в университет, ты понимаешь, что дальше, когда ты выпустишься, ты будешь абсолютно свободен своей профессией, абсолютно воплотишься и ничего не страшного. Да, да. Хорошо. Григорий, ну расскажи, пожалуйста, твои ощущения о практике. Мы уже услышали, потому что, действительно, она тоже была насыщенная. Что ты делал? Где ты был? Дело в том, что мы с Ладом находились на одном суде, плечо-плечо, друг с другом, все семь с половиной месяцев, и в экипаже у нас наблюдалось товарищество, что немаловажно. Что интересно на практике сказать, также незабываемые ощущения, профессия до краев наполнена романтизмом. Ты на практике пробуешь свою специальность, ты узнаешь, насколько ты вынослив, насколько, ну, можешь ли ты выстоять. То есть, ты уже по окончанию техникуму знаешь, будешь ли ты продолжать по своей специальности работать или нет. То есть, это тоже дает неплохую возможность. Хорошо. Ну, я так понимаю, то, что мало того, что, ну, вы были, да, действительно, семь месяцев вместе на практике, знакомы друг с другом, но за эфиром я нашла очень, понаблюдала за вами, вы очень хорошо общаетесь с студентами младших курсов. То есть, я так понимаю, что все равно у вас дружеская атмосфера, а это тоже очень важно, наверное, в студенческой, студенческой, то, что дружеская атмосфера, с младшими курсами, со старшими, какая-то преемственность. То есть, помогаете, да, студентам, своим коллегам, скажем так уже. Хорошо. Ну, Елен, давай начнем с тебя. Что ты можешь сказать о своем университете вообще, нравится ли, нет? Обращение к телезрителям. Быть может, кого-то позвать. Быть может, пригласить. Определенно, да. На самом деле, когда я подавала документы, точнее, думала, куда подать документы, я очень сомневалась, потому что я поступала на базе девяти классов. То есть, не совсем могла определить свою профессию. Еще были родители, спасибо им большое, на самом деле, за то, что они меня направили именно туда. Я ни о чем не жалею абсолютно. Всем ребятам, которые думают, куда пойти, могу вам посоветовать. Девушке, ничего страшного, ничего сложного. Мужской коллектив, это даже хорошо. Конечно. Это поддержка постоянная, безумная вообще. То есть, у нас очень дружный студенческий коллектив. У нас очень дружный коллектив, то есть, рабочий. На самом деле, все от вахтеров там до административного какого-то состава. Ребят, что можете добавить, потому что остаются считанные секунды до конца эфира? Приходить? Приходите, конечно, на все даже не думать. Самое лучшее. Хорошо. Ну, я, по крайней мере, зажглась. Пусть я уже отучилась, университетские годы позади, но я зажглась, я думаю, наши телезрители тоже зажглись. Вам спасибо большое. Конечно же, желаю творческих успехов, желаю профессиональных успехов. Ну и прославляйте свой университет. Хорошо? Договорились. Что ж, спасибо большое. Я думаю, вы сегодня узнали очень много интересного. Универсальный формат. Каждый будний день вместе с вами в 13.05. Включайтесь, расскажем что-нибудь еще хорошего и интересного. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова